Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live. Да, вот меня недавно спрашивали в комментариях, а ты можешь создать моностиготопса? И я написал, что нет, не могу, а оказывается, уже таки могу, да. И думаю, мы сейчас и приступим к этому делу. Это будет у нас легендарный гибрид, который делается из эпического монолофозавра и эпического гибрида стегоцератопса. Так что, давайте будем приступать. Ну, нам, думаю, должно хватить, да, даже 10 попыток, скорее всего, хватит. Если что, мы стегоцератопсом можем еще создать клеток. Ух ты, 30-ка с нам прилетела, это всегда хорошо. Создадим еще, короче, не помню, какие у него удары, он, по-моему, быстрее, чем стегоцератопс, но у него, по-моему, что-то с параличом как-то печально, да. Выглядит какой-то такой, стремный, короче. Угловатый. Ну, сейчас мы это скоро увидим. Но он считается все-таки лучше, чем стегоцератопс. Ну, давайте будем смотреть, почему же. Ну, скорее всего, сила и скорость у него будут выше. Так, из тебя там никакой гибрид сейчас не делается. Ну, наверное, выше легендарного уже некуда. Не будет из него. А, кстати, это, получается, гибрид из гибрида делается, если он не легендарный, я так понимаю. Из редких, либо эпических гибридов может делаться еще один гибрид. А из легендарных, наверное, бессмысленно делать гибриды. Это будет уже сверх маразма. Так, 120 у нас уже есть. Больше половины осталось клеточек у нас. 150. Придется, наверное, создавать еще стегоцератопса клетки. Ну, по факту... По факту нужно тогда будет прекращать прокачивать стегоцератопса. И вкладываться в моность стегоцератопса. Так, ну и вот, последнее. Как раз осталось там 25 петочек. Ура! Так, легендарный гибрид. Так, у меня это второй, да, легендарный гибрид. У меня был Индоминус. И теперь вот это чудовище есть. То есть, это получается у нас хищный... Ээээ... Сератопс. То есть, у него пасть реально с зубами. Давайте, кстати, по нему можно же потыкать. Ха-ха, так прикольно. Прикольно, прикольно. В общем-то, сейчас мы пойдем его тестировать тогда. Сделаем себе скриншотик. И давайте смотреть. То есть, у него... На... Он 16 уровня. У него 2... 2 600 на 800. Есть шанс крита 20. Скорость 117. Броня 30. О, у него броня чертовски хороша. Что по ударам? Нейтрализующий удар. Так, снятие положительных эффектов нашего противника. Это хорошо. Есть оглушающее воздействие. 33% удар 1,5%. То есть, ну да, с параличом печально, как я и сказал. И есть еще нейтрализующее воздействие. Снятие положительных эффектов. И 1,5 урона. То есть, это... Это... Это хорош против всяких щитов. Усиление ударов у противника. И есть еще вот. Замедлялочка. Ну, вот чем он хорош. У него удары все идут x1,5 практически, да? И есть удар снижения скорости на 3 хода. То есть, против раптора он нормально, короче, выдает. Гибрид, объединяющий в себе генотипы травоядного и хищника, получился более агрессивным, чем его травоядные предки. Все атаки моностиготоп использует сильные. Задние лапы и рогатый щит в своих атаках использует. Так. 2600, 800, 117, 30, 20. Смотрим сюда. 2600, 800, 117, 30, 20. Щит на 10 больше, на 15 больше крит, на 2 единички больше скорость. В жизни 2700. 800 сила удара, а тут 2600, да, по-моему, 2600. Вот так вот, 2600. Ну, только... Да, 2600. Так, кстати, какого уровня у нас он? А, у нас он 15-го. Минуточку. Я его больше и не качал специально. Ну, ладно, давайте будем сейчас его будем тестировать, кстати. Можно их взять одновременно двоих. Давайте будем сейчас свою сильную команду брать. Мне вот Брахик понравился. В следующей серии нужно будет создать не нода Патазавра, а какого-то следующего гибрида. Так, Рекса, кстати, тоже нужно качать. Нужно качать Рекса. Так, а что это я Раптора до сих пор не взял? Как я мог так сделать? Рекса качать, кого я хотел создать? Вот, этот Нодопатазавр делается, да, из эпического будет делаться легендарный Гигаспикозавр. Я его, в принципе, смогу создать, я думаю. Да, у меня хватит клеток. Да, у меня 8000 клеток Амаргазавра. А вообще-то, астегадеус, из чего ты делаешься-то? Давайте сейчас попробуем найти. Так, это ты? Это нет, это не ты. Вот этого гаденыша я сделать не могу, потому что у меня 15-го нету Галимимчика. Хотя мне-то недалеко осталось. Ну, много клеток нужно, много их наловить надо. Так, а ты кто? Трагодистис тоже не то. Вот это, вот это он точно. Трагодистис, стегадей. Нужен 15-й стегацератус, вы представляете себе? 15-й, я не хотел его так качать. Ладно, давайте сейчас к нему тоже уровень 1-2 качнем. Я сейчас, как видите, ну, 11-го уровня, но это вы уже знаете. Я уже, сколько там, 21 очко могу получать за ловлю обычных динозавров, типа стегазавр или... Или тот же велотераптор. Так, кстати, у нас скоро будет турнир, в котором будут сражаться, по-моему, только обыкновенные динозавры. То есть редкость обычная. Так, ну, в общем-то, с этим мы закончили. Давайте пойдем в схватки. У нас 2500 кубочков. В принципе, уже сейчас можно подниматься выше. У нас немножко уровень динозавров подрос. И противники, по-моему, стали попроще. В связи с этими всякими антиспуфингами и прочей лабудой, в общем-то, по-моему, сейчас должно быть легче сражаться. Ну, я смотрел видосы, там, ребята, у которых по 4000 кубков, у них они сражаются там динозаврами ниже 20-го уровня. Так что можно попытаться подняться выше. И тем более сейчас есть уже вот эти вот турниры, башни там, обычные, необычные. Так что, где сражаться с лабыми динозаврами, у нас уже есть. То есть, а здесь можно болтаться, покуда позволяет игра. Кстати, я игру у себя удалил с телефона. Не знаю, что бы, может, что бы. Это как-то тоже влияет. Потому что у меня, как бы, на эмуляторе, это, я нахожусь в Англии, да, а на телефоне, то есть, нахожусь в другой стороне. Короче, чтобы эта игру не раздражала, я ее тоже с телефона удалил, в принципе. Ну, конечно, посмотрим. Так, шестая арена, изоляция. Итак, монасты готов. Все еще нету. Давайте выпустим Раптора. Против Раптора. Ха, мой первый. Ну, это смертельный удар. Две пятьсот. Семнадцатый Раптор выдает. Это круто. Так. Ну, тут, в принципе, надо меняться. Нет смысла Раптора тратить. Двенадцатый. Ну, противник нам попался легенький. Это был опережающий удар. Печально получилось. Он прям угадал точка в точку наше действие, да? Ну, я, к сожалению, плохо вижу удары противника, чтобы его угадывать. В этом и есть, короче, главная формула успеха в этой игре. Это угадывать, какой удар будет использовать противник. Ну, у амфибии есть удар нейтрализации, потому как бы щиты здесь штука малополезная. Но у нас тоже есть нейтрализация. Растоптали мы ихтиостегу. Два ноль в нашу пользу. Раджазавр. У него, походу, контратака есть, да? Это была контратака, а это был удар. Опять же, что мы сделаем? Мы, конечно же, выпускаем Раптора, который его просто льет, Катузик прям. Снова крит и снова 2 500. И это была легкая победа. Отлично. Три часа. Пам. Челезь дальше. Так, мы ждем же. Нам нужен моностега топс. Так, пока дождешься нового, забудешь, чего ждешь. Так, Алазавр. Отлично. Он больно бьется, поэтому снизим-ка ему атаку. Пробивай. Молодец. Ну, Алазавр был 14 уровня. Так, Эй, Нич. На тебе, кривотечение, дорогой мой. Ну, этот гаденыш может и пробить. Чуточку ему не хватило. Так, отложенный урон. И на тебе снижение атаки. Ну, тебе это не поможет? А, нет. Мы его пробили. Мы его пробили, кстати. А у нас какое? Ну, блин. Ну, широкий экран, короче, очень снижает твои шансы на победу. Просто ты не видишь свои возможности. И не видишь удары противника. Ну, ладно. Давайте возьмем Юда Зина Раптора. Есть у него такой удар. А, у него же очищение. Ну, на следующий ход будет очищение. В общем-то, это было как раз в тему. Потому что у него был следующий атакомайзер. Ну, у нас следующий есть опережающий удар, и мы его положим. Так. Дайте нам моностега топс. И снова нет. Это просто какой-то жесть. Нам попадаются одни и те же. Тут есть что, какой-то приоритет? Рексик появился. На тебе снижение урона. Это тебе именно то, что он доктор прописал. Ну, у Рекса у нас обычные пробивающие удары. Но с критом он демажит. Мама, не горюй. Ну, прощай. Без крита мы его все равно пробили. Так. Ну, это гаденыш мелкий. Нас, конечно, сейчас положит. Так, мы его не быстрее. Но у нас есть опережающий удар. Замедленнее. И как раз отличный наш хок. Это было идеально. Ай, не надо было использовать этот удар. Он же у нас слабый. Мы бы косарь с него сняли. А нам крит прилетел от обычного удара. Не кисло так. А уже бы его пробили, да, если бы я... Использовал удары по-другому. Атакуй. Давай. Блин, это у нас удар не атакующий. Что-то я тут... Ерунду сделал. Ну, это все из-за того, что как бы... Недостаточно знаний своих динозавров. Поскольку я ими мало сражался. Ну, тут без шансов, конечно. Он вот этот удар использовал. У него сквозь щит будут удары. Серьезные. Давайте возьмем нашего молодца. И снизим ему урон. 1300. Вот теперь его двойной удар будет, как обычный... Одинарный. И он победил. Вот это было... Ну, дело случая, ребята. Это дело случая. Крит есть крит. Хотя победа уже была так близка. Так, ну может нам уже попадется... Стигоцератопс, наконец-то. Ой, какой? Мана Стиготопс. Нет, игра считает, что он нам не нужен. Блин, костарь. Вот это... Вот это было больно. Попал. Ну, надеюсь, хоть против Тагамайзера мы не умрем. Уклонились хоть от чего-то. Так. Появился Рексик. У-у-у-у-у. Заменим на Брахика. Это был обычный, простой удар понтовый. В принципе, давайте я его просто продемажу сейчас, потом поставлю щит. Теперь давайте щит мы... Ну, без крита мы переживем, наверное, следующий гус. А он не должен. Там 1100, по-моему, да, урон. 1228, отлично. Апатозаврик, смотрите, какие размеры, да, апатозавр против Брахика. Так, житла много. А что у него с ударами? Тормозящие действия есть. Вот ты пойдешь. Он бьет не больно, не буду использовать снижение урона. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, понятно, я и рассчитывал на то, что будет сейчас тормозящие. Бьет немного. Ну, я бы так не сказал, что бьет немного. А нам и не надо подменяться. Это у спинатораптора жизни-то маловато. Ну, это наша победа, ребята. Так, это у нас сколько? Восьмичасовой инкубатор. Да, восьмичасовой. Идем дальше. Надо, кстати, нам доллары потратить. А то, что же они тут валяются? Их не на что тратить, кроме как на открытие инкубаторов. Ну, покупать что-то за них, хоть не очень логично. Не очень разумно, неэффективно. Наконец-то, ребятки, наконец-то у нас моности готов. Давайте его возьмем и попытаемся его обкатать. Так, против нас Тираннозавр. Ну, не знаю, правда, что нам даст замедление. Но мы его дамажим похлеще, чем он, наверное. Если без крита, ну, хотя нет, нет, он посерьезней. Паралич, 33% шанс. Ну, выглядит он постройнее, похудее. Намного, чем Стигоцератопс. Так, появился Кентрич против него. Что это дает? Он быстрее. Но мы выжили, у нас же броня чертовски неплохая. Давай! И не пробил! Не пробил, представляете себе? Ничего себе держится, красавчик. Давайте мы его даже спасем, так сказать. Мы невосприимчивы к этому барахлу, потому прощай. Ах, тоже к этому невосприимчив. Это была правильная подмена. Так, Фикадонт тоже ни к чему не восприимчив, да, походу? У него сквозь щит удары. О-о-о, больно он сделал нам. Так, ну, у нас есть шанс. Вчистую победить, если невидимость работает. Кстати, невидим же отключается нейтрализирующим ударом. Ну, здесь, как бы, без шансов. Ну, что, сухую не получилось, ну, ладно. Крысеныш наш победил. Ну, и Манастега показал себя довольно стойким. Ну, броня 30%, ё-моё. Больше только 40. У Скалозавра, да, по-моему. Так, 3 часа, 3 часа. Давайте вот это дело активировать. И открыть. Вот так. Ну, ещё одна попытка. Неважно, попадётся нам Моно или нет. Как бы, мы закончим. А потом, я уж, думаю, как-то в следующих сериях сделаю подборку этих боёв. Потому что... Я сражаюсь уже сколько? 6 боёв. И только из 6 один раз попался Манастега Топс. Тут нужно, как бы, сесть. И часок подсражаться чисто для того, чтобы было из чего нарезку сделать. Ну вот, смотрите, по какой-то странной причине. То есть мы 5 раз выбрали одного динозавра. А теперь 5 раз берём каких-то других. Так, Раптор. Отлично. У нас есть против тебя вот такой вот удар. Но он покойник. Тут даже, несмотря на то, что он нас нейтрализовал. Мы, как бы, легко его пробьём. Ну, его даже, наверное, замедлять не стоило. Так. Киранич появился. Давайте попробуем парализовать его. Ну, мы выжили. Мы выжили. А он не выживет. 16 левел. Я бы такую себе игрушку не против. Игрушечка есть, но такой, наверное, нет. Ну, вообще, дэмак у него шикарный. Блин, нихерена не видно. Ну, нормально получилось, ребятки. Нормально. Давай, битва. Ну, мы его, конечно, не пробьём. Броня, все дела. И одинарный удар был. Так, 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 так. Так, хочешь Ютазина Раптора, да? Ну, давай, давай, давай. Снижение урона. Это если мы парализ сейчас друг друга отхватим. Так, ну, от стеги сейчас может нормально так продамажить. Но на следующий ход мы по-любому ходим первыми. 280. Вот, вот, снижение урона на три хода. Это классная штука. На тебе то же самое. И мы не пропускаем ход, потому что у нас был опережающий удар. В общем-то, прекрасно. Мы посажались немножко, я въехал. И это хорошо. Вот так вот. Ладно, тогда что? На ночь ставим восьмичасовой инкубатор. И потом тебе будем открывать в следующей серии, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok